Добрый день, уважаемые телезрители! Мы продолжаем наш цикл программы образовательных направлений Казанского федерального университета. И сегодня у нас в гостях директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Михаил Дмитриевич Щелкунов. Добрый день! Добрый день, уважаемые зрители, слушатели! Добрый день, уважаемый, дорогой, я бы сказал, Ильдар Азадович, мой большой друг и коллега. Михаил Дмитриевич, ну начнем, наверное, по традиции, как мы начинаем все программы, все-таки об уникальности Института, который вы возглавляете. Как вы считаете, в чем его уникальность и в чем его такая своя фишка? Мы не только считаем, но и по праву гордимся тем, что Ильдар Азадович назвал уникальностью нашего Института, поскольку это действительно, наверное, самый крупный, самый разнообразный по направлениям подготовки, по глубине постижения фундаментальной гуманитарной мысли, науки, практики, Институт Казанском федеральном университете. Достаточно сказать, что это институт, в котором представлено 10 самых разнообразных направлений подготовки, от теологии до телевидения, от философии до медиакоммуникаций, и в котором сосредоточены лучшие гуманитарные научные преподавательские кадры федерального университета. Как бы вы охарактеризовали те образовательные направления, которые вы даете, насколько они востребованы на рынке труда? Как бы их более подробно коснуться все-таки абитуриентов, их родителей, волнует будущее? Вопрос вполне естественный. Но для начала скажу, что все направления подготовки в институте сосредоточены в трех отделениях. Это отделение философии и религоведения, это отделение социально-политических наук, и это, наша гордость, тоже замечательная высшая школа журналистики и медиакоммуникаций. У каждого отделения свои собственные, не всегда совпадающие задачи, которые вытекают как раз из направления подготовки и свой адрес на аудиторию, свой рынок востребованности. Если не брать высшую школу журналистики, они, наверное, будут в специальной передаче, я думаю, то все остальные шесть направлений подготовки, которые сосредоточены в первых двух отделениях, они обслуживают, я бы сказал, достаточно узкий, но совершенно, но очень важный и незаменимый рынок, в котором всегда существует потребность. Это рынок специалистов, я бы так сказал, гуманитариев, обществоведов, которые востребованы в самых различных секторах социальной и духовной жизни нашей страны. Это, конечно, не востребованность, как принято обычно сравнивать, юристов, учителей, экономистов. Наш рынок, конечно, гораздо уже. Но, как вы знаете, страна не может ни без политологов, ни без конфликтологов, ни без религоведов, ни без социологов, ни без философов, которые, повторяю, выполняют очень важную функцию в обеспечении, я бы так сказал, духовной и социальной безопасности нашей Родины, нашей Республики. Тогда, если можно поподробнее, все-таки вот ситуация в мире, в стране, все как бы идет к некому такому обострению, ужесточению. И в этом смысле вот вы назвали, кажется, конфликтологи, политологи, приобретают особый смысл вот с годами, да? – Согласен, Ильдар Азатович. И в этом плане современная международная ситуация, да и некоторые процессы, происходящие в социально-политической, духовной сфере нашей страны и республики, они, конечно, требуют постоянного мониторинга, экспертизы, вмешательства специалистов для того, чтобы обеспечить гражданский мир, согласие, ну, я бы так сказал, адекватное, духовное развитие нашей республики и нашей страны. Сегодня уже ни для кого не секрет, что ценности западной либеральной цивилизации, к сожалению, ну, не вполне адекватны вообще естественному характеру развития человечества, в том числе и векторам развития России, как евразийской страны, которые когда-то оказались, наверное, нам очень привлекательными, блестящими. Но сегодня, это не только мое мнение, вы знаете, сегодня мы в большей степени заинтересованы в сохранении традиционных, собственных ценностей российской истории, российской культуры. И не случайно есть такой очень серьезный документ, принятый в 2015 году, «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации», подписанная президентом Путиным, в котором четко сказано, что именно опоры на традиционные ценности России являются основой сохранения гражданского мира, согласия и духовного развития нашей Родины. В последнее время мы уже коснулись конфликтологов и политологов. Кстати говоря, политологи, они, вот заканчивая, кем себя находят? Они вроде экспертов выступают. Как? Для них где востребованы? Понятно. Ну, политологи, которые занимаются действительно в основном аналитикой социально-политической жизни, находят все места, в первую очередь, в различных экспертных структурах, в различных аналитических советах и даже в самих многообразных политических партий России. Они обслуживают аналитикой органы государственной власти. И из них, замечу вам, вообще тоже вырастают очень даже неплохие политики. Достаточно назвать имена двух татарстанских политических деятелей. Это Артем Прокофьев и Анастасия Исаева. Они представляют разные партии, но в строительном молодом возрасте, им чуть-чуть за 30, они уже являются депутатами Государственного совета из пункта Татарстана. Они выпускники отделения политологии, еще того прежнего, до молодого института, но нашей кафедры политологии. Вот я так бы ответил на этот вопрос. Религия все больше и больше занимает пространство в общественном сознании. Так или иначе, она выступает уже достаточно серьезным игроком. И в этой части, вот религиоведение, это о чем речь? Это изучение религии вообще? Это специалисты? О чем вообще? Спасибо за вопрос, Альдор Азадович. Вы правы. Сегодня, в отличие от того, что было 20 или 25 лет назад, конечно, отношение к религии, конфессиональной жизни, к вопросам государственно-церковных отношений, серьезно поменялось. И только потому, что объективно, нравится нам это или не нравится, но религия, деятельность конфессий, как традиционных, так и не очень, приобретает все большее значение и влияние на жизнь людей. Не случайно в этой связи направление религоведения, открытое у нас еще в старых формах на философском факультете в 2005 году, вот скоро будем отмечать через несколько лет 15-летие. Это направление одно из самых бурно развивающихся, а к нему в 2013 году присоединилось еще не менее интересное направление, теология, светская теология, о которой, как вы знаете, в обществе очень много споров. Тем не менее, контрольные цифры приема, бюджетные места, наборы на эти направления говорят сам за себя. Только по кафедре религоведения у нас сегодня учатся свыше 200 человек. Из почти 2000 человек студентов нашего института, включая Высшую школу журналистики. То есть, каждый десятый – это будущие религоведы или теолог. Площадки их работы – это сфера, во-первых, государственно-конфессиональных отношений, то есть, сфера, которая отвечает за взаимодействие органов власти с различными конфессиями, учреждениями этих конфессий. А в последнее время приобретает исключительно актуальное значение так называемая религовическая экспертиза. Ну, вы знаете, что на поле конфессий далеко не все так спокойно. Есть целый ряд новых религиозных организаций, сект, движений, которые, вообще говоря, раскачивают лодку мира и допрососедства и пытаются изнутри иногда даже выступить с радикальными, экстремистскими, а иногда прямо противозаконными действиями. Понятно, что в таких случаях без очень четкой, вдумчивой религиозной экспертизы, которая позволила бы определить, их деятельность в соответствии с законом или нет, не обойтись. И вот значение этой экспертизы чрезвычайно велико. И кафир религоведения делает очень многое, чтобы в виде направления подготовки магистратуры юридическое религоведение совместно с нашими уважаемыми юристами подготовить людей, которые хорошо бы знали особенности религиозной жизни и, конечно же, могли дать правовую оценку соответствующим действиям. Очень давние традиции и корни идут в философское направление, в философии. И здесь вот тоже в соответствии с современностью понять, это все-таки будущие преподаватели больше, кто они как выпускники? – Значит, если смотреть на профессиональные требования, то да, это в основном преподаватели высшей и среднепрофессиональной школы при наличии компетенций и общей средней школы. Это будущие деятели сферы науки. Вместе с тем выпускников-философов очень неплохо принимают средства массы информации, различного рода референтные службы. Ну, достаточно упомянуть имя Адели Гатаулина, кандидата философских наук, выпускник. Он прекрасно руководит пресс-службой международного аэропорта Казани. Имя Евгения Малыгина, которая долгое время была главным редактором популярной газеты «Про город». Это все выпускники-философы. Но вы правы в том, что философия, наверное, не столько какая-то узкая профессия или специальность, сколько тип мировоззрения, который очень неплохо ложится в канву тех профессий, которые востребованы в новой будущей экономике. Дело в том, что все, кто занимается профессиями будущего, да их видно и сегодня, вы не будете спорить, постоянно подчеркивают, что креативность и критичность мышления – это обязательное требование для любого профессионала экономики 4.0, там, цифровой экономики, как угодно их назовите. Скажите мне, пожалуйста, есть ли какая отрасль гуманитарных или социальных наук, которая бы специально формировала критичность человеческого мышления? Эта пальма всегда остается за философией. Поэтому мы, еще раз повторяю, не столько, возможно, ориентированы на выпуск только специалистов-философов, сколько на продвижение философского мировоззрения в разных формах, в совместных образовательных программах, в общегуманитарной подготовке для всего федерального университета. Ибо, еще раз повторяю, без критического, неудовлетворенного всестороннего мышления говорить о специалистах будущего, это подчеркивают сами специалисты, крайне затруднительно. Идет ли речь о менеджерах, экономистах, аналитиках и так далее? Перейдем к вопросам общей, университетским, общим трендам. Это я сейчас имею в виду программу повышения конкурентоспособности, ТОП-5100, в которой, безусловно, участвует и ваш институт. И вот в этой части, насколько эта программа повышения конкурентоспособности, она вообще нужна студентам, абитуриентам? Задействованы ли они каким-то образом там? Как-то это влияет на их образование? Ну, сначала, не похваливаясь, хочу отметить, это всегда мне приятно об этом говорить, что, начиная с момента создания института, с 2014 года, когда мы занимали седьмое место из семи среди гуманитарных институтов, по показаниям этой программы, в прошлом году мы неуклонно по динамике восходя, заняли второе место, уступив только институту филологии и межкультурных коммуникаций. Это просто удивительно, но факт остается фактом. С седьмого на второе постоянное поступательное развитие, в общем-то, не самого богатого посредством, не самого обласканного, скажем так, программой института федерального университета. Вы задаете очень хороший вопрос, и я могу сказать, программа, конечно, во многом изменила отношения и преподавателей к своему труду, но и она, конечно, предоставляет большие возможности для наших учащихся, ну, в первую очередь, конечно, магистрантов, аспирантов, во-первых, попробовать себя в науке, причем не на местечковом и даже не на российском, а на международном уровне в форме совместных статей с преподавателями, осуществить различные формы академической мобильности, и то, что наши студенты, пусть, конечно, не сотнями, ну, хотя бы десятками в год все-таки уезжают на включенное образование, а магистранты или аспиранты, значит, на какие-то краткосрочные формы обучения за границу, тоже о многом говорит. Повторяю, их немного, но в любом случае они позволяют почувствовать дух мировой науки, глобальной науки, понять, что такое конкуренция, состязательность, в чем сильны они, а в чем, может быть, сильны и мы. И, мало того, они же возвращаются уже с каким-то багажом сюда, и продолжают этот багаж, да, безусловно, согласен. Вот в этом для студентов и учащихся я вижу плюс. Ну, поскольку мы заговорили о этой программе конкурентоспособности, топ-5-100, напомню, что эта программа принята правительством Российской Федерации, Казанский федеральный университет, участвуя в конкурсе, выиграл право там участвовать. Вот в связи с этим, поскольку это глобальная программа, внедрение же в глобальное образование с иностранными студентами, У вас о ней, я знаю, мы в прошлом году с вами разговаривали, да? Да, да. И у университета постоянная динамика. Как дела обстоят у вас? У нас сегодня число иностранцев приближается к 10%. У нас учатся наши будущие, так сказать, коллеги, магистранты, бакалавры, аспиранты из 18 стран мира. Вот могу даже по списку сказать, это страны бывшего союза Центральной Азии, наши старые знакомые, как мы говорим, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. И вместе с тем Китай, Колумбия, Индонезия, Азербайджан, понятно, Таиланд, Босния, Герцеговина, некоторые другие. Их число перевалило за 100 с лишним. Очень приятно, что иностранные студенты едут сюда, я бы так сказал, по зову души. Это не просто там желание получить диплом, помахать им где-то и так далее. И многие из них, начиная с бакалавриата, затем заканчивают магистратуру, поступают в аспирантуру. Вот, например, аспирантки сейчас по нашей кафедре по кафедре общей философии. Хелен из Индонезии показывает, да, что уже женщина в зрелом возрасте сознательно выбрала магистратуру, а после магистратуры добилась того, что государство рекомендовало ей аспирантуру по кафедре философии. И она не одна. Они все учатся на русском языке? Да. Это же тяжело, наверное. Ну, они проводят же специальные, заканчивают подфакт, по-моему, с курсами русского языка. Но должен заметить, что, по крайней мере, четверть, ну, я думаю, не менее преподавателей нашего института, они вполне владеют английским языком, но для того, чтобы осуществлять научное руководство и даже вести целый ряд дисциплин на английском языке. В частности, наши коллеги, могу назвать фамилия, уже не первый год обслуживают Институт фундаментальной медицины и биологии в части преподавания философии и этики только на английском языке. А то есть уже ведется, по сути? И на геофаке уже второй год. И вот Данис Карлович очень всегда хвалит. Значит, курс истории, философии и науки для аспирантов тоже читается на английском языке. Это делают наши, ну, скажем так, в нормальном терпимом масштабе. Терпимый уровень. Сразу же логично вытекает вопрос по международным образовательным компенсационным проектам. Есть они с кем, с какими странами, с какими университетами вы поддержите в этом соотношении? Ну, не могу сказать, что таких проектов образовательных на постоянной основе много, но вот университеты, с которыми мы обмениваемся преподавателем, научными сотрудниками, аспирантами, в общем-то, хорошо известны. Это теснейшие связи с Гессинским университетом, где мы уже годами... Это в Германии. Да, в Германии имени Либиха, как известно, в городе Гессины. Это с свободным берлинским университетом, который тоже очень хорошо привечает наши гуманитариев. Есть связи с Китаем, есть связи с болгарскими университетами. И религоведы давно протоптали дорогу в Егелонский университет в Польше, где тоже они уже несколько лет постоянно бывают, докладывают и привозят интересные данные для осмысления. Какие школьные дисциплины? Вот абитуренты решили поступать к вам из ТОТ. Это же все-таки гуманитарное направление. Какие предметы для ЕГЭ обычно могут пригодиться для сдачи попытки поступить к вам в ИСТОТ? Ну, они традиционные для большинства специальностей. Это история обществоведения, помимо, конечно, русского, как обязательного. Но всегда надо помнить, что у социологов это математика, причем курс не общий, а усиленный, профильный, не базовый, а профильный. Ну, а высшая школа журналистики принимает, как известно, творческий экзамен, которому тоже надо быть готовым. Тех, кто мечтает быть акулой пера на камере интернета. Кстати, раз уж мы коснулись социологов, нельзя ли было бы подробнее? Все-таки это тоже такая, скажем, уже устойчивая профессия, устойчиво востребованная на рынке. И все больше потребность специалистов курицы рынка только возрастает. Я с вами согласен. Некий спад, запрос на социологов, который, может быть, наблюдали, может быть, в начале века, или чуть, может быть, еще пораньше. Но в последние годы меняется на такой, пусть не очень быстрый, но устойчивый спрос. Да. Это связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, с необходимостью для органов власти иметь уже научно выверенные данные о состоянии общественных отношений, чтобы, как говорится, не бить по воробьям и всегда попадать в цель в своих государственных властных решениях. А второе, ну, достаточно очень неплохой интерес к социологии и к социальным, в первую очередь, измерениям проявляет бизнес, а также многие общественные и политические организации, фонды, ну, и целый ряд других, может быть, некоммерческих организаций, которые, в силу тех или иных задач, должны иметь перед собой объективную картину состояния общественных отношений. Это действительно так. И сугубо практический вопрос уже, какова цена, ну, в основном? То есть, понятно, не обязательно точно, приблизительно ориентировочно для поступления на различные ролики. Не только разорвать, я всегда стараюсь быть точно перед вами оценным в деньгах. К сожалению, цены каждый год растут, и нынешние цены, конечно, достаточно так впечатляющие, конечно, с точки зрения своей величины. Я думаю, что они настолько впечатляющие, как в Москве все-таки. Это верно. И не так, наверное, как в Питере, но тем не менее. Значит, если говорить о всех направлениях, кроме высшей школы журналистики, бакалавриат – это почти 120 тысяч рублей, за исключением конфликтологии. Это в год речи. Да, она вместе с журналистскими медийными направлениями – 132,5 тысячи. Соответственно, магистратура тоже по всем, кроме конфликтологии и высшей школы – 129 тысяч. Соответственно, высшая школа и конфликтология – 142,5 тысячи рублей. И, значит, аспирантура, социология – 144,5 тысячи вместе с политологией, философией и теологией. А высшая школа журналистики, все средства массовой информации, и журналистика, и информационно-библиотечное дело – 155 тысяч рублей. Ну, то есть, в принципе, если так посмотреть, учитывая, вот так если конкуренцию посмотреть, все-таки в Москве примерно какие цены могут быть? Ну, у Москвы, насколько я знаю, там цены по первой группе как минимум в два раза выше, а по второй, мне кажется, в два-в два с половиной. То есть, по первой группе здесь где-то будет 250 тысяч, а по второй более дорогое – 300-300 с лишним тысяч. Бюджетные места на сколько у вас? Да, тоже приготовил вам информацию. По сравнению с прошлым годом, общее количество бюджетных мест упало незначительно, всего на 4%, менее чем на 4%, с 260 до 250. При этом в магистратуру в этом году число мест бюджетных несколько даже возросло – 134 против 118 в прошлом году. А бакалавриат зато достаточно серьезно упал почти на 20% со 142 до 116. И должен здесь, конечно, тоже с чувством сожаления и оба досады сказать, что высшая школа журналистики, бюджетных мест на бакалавриат в этом году, на дневное отделение решением правительство не получило. Есть немножко на заочку, бакалавриат имеется в виду, но все остальное – исключительно платные места. Магистратура, бюджет есть в высшей школе. – Понятно. Проходной балл ЕГЭ, насколько сложно поступить? Каковы все-таки данные по ЕГЭ? Сколько нужно баллов иметь абитуриенту, чтобы гарантированно считать, что он пройдет? – Здесь все зависит от специальности. Ну, достаточно высокие баллы у нас традиционно – это в высшей школе журналистики, на медиакоммуникации, на рекламную связь с общественностью. Там еще играет роль на журналистских направлениях творческий экзамен. Там где-то, насколько я знаю, за 270 надо иметь в сумме. Ну, в приведенном отношении к трем экзаменам, чтобы пытаться. На другие направления, так по понижающей, ну, в пределах где-то 222-228 – это теология и религоведение. Все остальные между ними. Философия где-то 230, политология где-то тоже 240, социология где-то 230. Ну, вот приблизительно так. – Насколько я знаю, проблем-то с приемом нет. То есть у вас всегда там конкурс, что все стоит. – Да, да. Ну, что касается бюджетных мест, это даже по умолчанию все будет заполнено. Ну, коммерческие места тоже в целом все выполняют. Очень много, конечно, делает высшая школа журналистики на этот счет. Ну, и два других отделения тоже в меру своих сил. В первую очередь, политологи, социологи и, как ни странно, философы получают тоже вне бюджетные места. – Ну, что ж, наша передача подошла к концу. Мы, кажется, все, в принципе, обговорили. Хотя, вряд ли мы все, конечно, обговорили, но все-таки основном мы что-то взяли. Может быть, есть что сказать в конец нашей программы, Михаил Ильич? – Ну, я всегда заканчиваю свои выступления в нашей замечательной студии такого сорта общим призывом к будущим абитуриентам, с которыми, конечно, ведем работу, и они знают о машинном институте не понаслышке. Значит, приглашаем в наш институт тех, кто хочет научиться самостоятельно, критично, всесторонне мыслить, кто хочет принимать участие в изменениях социально-политической жизни страны, и кто уверен, что без развития духовности никакая страна не имеет своего будущего. Вот если молодой человек предан хотя бы одному из этих тезисов и имеет достаточно неплохие знания, ему прямая дорога в Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций. Уважаемые телезрители, наша программа подошла к концу. У нас был в гостях директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Михаил Дмитриевич Щелкунов. Спасибо уважаемым телезрителям, спасибо нашему замечательному Невер-ТВ Ильдару Азатычу. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова